Добрый день, друзья! Это подписчики канала. Гриша из Брисбена, Австралии. С еще одним интереснейшим видео. Видео сегодня о калии. Минерал, о котором, я думаю, немногие задумываются, но когда его не хватает в нашем организме, результат, который мы чувствуем, он не совсем приятный. Я думаю, что многие, испытывая эти результаты, отсутствие калия, у него остатка калия в организме, обращались к врачам, получали таблетки и только портили дальше свое здоровье. До того, как я начну, пожалуйста, подписывайтесь на канал, ставьте лайк, нажмите на колокольчик, чтобы не пропустили ни одного видео. Я буду стараться создавать больше видео, как это, чтобы люди жили жизнь лучше, чувствовали себя лучше и чувствовали себя лучше надолго. Давайте начнем с простого. Я не доктор. То, что я сегодня советую, не является медицинским курсом. То, что я советую, это является противоположностью медицинского курса. Ничего тут не является таблетками, не испортит ваше здоровье, а также поможет вам без таблеток прожить дольше жизнь. Давайте начнем о калии. Давайте сначала поймем, почему не хватает калия в организме. Одна из проблем, что калий действительно очень тяжело взять из пищи. Как бы правильно вы не питались, калия не будет хватать. Даже в продуктах, в самых продуктах, в которых много калия, его от 15 до 20% рекомендуемые дозы в день. Это первое. Второе. Частое употребление алкоголя. Алкоголь не дискриминирует. Он не только вымывает калий из организма, но и все остальные минералы. Поэтому частое употребление алкоголя или большое употребление алкоголя приведет к тому, что калия не будет хватать в организме. Следующее. Это обильное питье. Питье воды, питье чая, чтобы вы не пили. Вода через почки будет вымывать минералы из организма. Их нужно пополнять. И если вы пьете очень много воды, у вас, скорее всего, не хватает калия и других минералов в организме. Дальше. Тяжелая работа. Работа в жарких условиях. Или занятие спортом, интенсивным спортом. Опять-таки, вы будете пить много воды, и вы будете много потеть. И то, и другое будет выделять минералы вместе с потом и мочевым истоком минералы из организма. Давайте же поговорим, как вы будете чувствовать, что не хватает калия в организме. Некоторые вещи я сам чувствовал. И после того, как начал употреблять калий как дополнительный саплимент, добавка, все прошло. Но с чего все начиналось? Слабость и усталость. Нельзя сказать, что если у вас усталость и слабость, это недостаток калия в организме. Но это один из тех эффектов, которые вы будете чувствовать, если не хватает калия в организме. Дело в том, что много компонентов питания, стиля жизни будет влиять на то, как вы себя чувствуете. Как влияет калий на это? Калий — одно из трех составляющих так называемых электролитов. Электролиты — это то, что нам дает энергию сокращения мышц. И эта слабость и усталость будут приходить с двух сторон. Первое — мышцы не будут сокращаться хорошо. А второе — калий влияет на выделение инсулина в кровь. И если не будет инсулин выделяться достаточно, то тело, клетки не будут воспринимать сахарнормально, и это будет мимикой диабета первой или второй степени. Посмотрите мое видео о диабете, которое я сделал раньше, но это то, что будет происходить. То есть слабость и усталость. Второе — это то, что я чувствовал сам по себе. Это мышечные спазмы и судороги. Опять-таки, из-за того, что калий является одним из электролитов, которые помогают сокращать мышцы, недостаток калия будет вызывать судороги. У меня были постоянно судороги ноги, лодыжки и ступни. Я не понимаю, откуда это происходит. Многие считают, что это перемена температуры, как, допустим, вы идете в холодную температуру или что-то такое. Или также, допустим, сильные тренировки. Ни то, ни другое я не испытываю. Я живу в Австралии, тут тепло. Сильные тренировки. Никогда на тренировках у меня не было спазмов. У меня было в основном, когда я или сижу ничего не делаю, или стою ничего не делаю. Было непонятно. Начал принимать калий как добавку — все ушло. Дальше — проблемы с пищеварением. Проблемы с пищеварением может быть очень много. Как калий влияет на пищеварение? Из-за того, что калий составляет электролитом, это движение наших электронов от организма к мозгу через основной нерв, то когда не хватает калия, эти электроны не двигаются как по шоссе со скоростью, которую организму нужно. К примеру, вы не можете подключить мощную электростанцию через тонкий провод, это не будет работать. То же самое калий. Если сигналы из желудка не будут попадать в мозг и обратно, то пища будет передвигаться медленнее и сбиваться, и таким образом будут, скорее всего, запоры. Дальше — это учащение сердцебиения или аритмия. Опять я хочу напомнить, я не доктор. Если вы это чувствуете, что у вас происходит, обратитесь к доктору, сделайте анализы крови. Если у вас, как и у меня, вы обратитесь к доктору и говорите, что проблемы с сердцем у тебя нету, это недостаток калия. Дело в том, что калий, он влияет опять-таки на сокращение мышц как электрический разряд. И если этот сигнал не проходит, это будет происходить таким образом. Еще одна такая тема, которую я заметил, и я это как бы спихивал на стресс. Два побочных эффекта, о которых я не говорил, это когда как бы дергающийся глаз или дергающаяся щека. Люди — это связывалось со стрессом. У меня это тоже было, но когда стресс уходил, это не переставало, и я не мог понять, что происходит. Я никогда не обращался к доктору по этому поводу, но как только начал принимать калий как добавку, это ушло. То есть, если вы чувствуете, что у вас то же самое, вам не помешает принимать калий как отдельную добавку. Сейчас хочу коротко поговорить, почему нельзя взять достаточное количество калия из продуктов. Самое большое количество калия — это в зелени свеклы. То есть, свекла растет в земле, и вот эта ботва, которая сверху, если ее сварить или пожарить и скушать с одной большой свеклы, это будет хватать 26% дненного употребления калия. То есть, нужно 4 ботвы кушать. Я не думаю, я одну не могу скушать, я не знаю, кто это вообще ест. Моллюски — 20%. Белый картофель, я вообще не советую есть белый картофель, но если вы уже едите, это 16% от рекомендуемой дозы. Сладкий картофель — 14%. Авокадо — шикарный продукт, но в нем, в большом авокадо, только 14% рекомендуемой дозы калия в день. Бананы, о которых все говорят, кушайте бананы, в них калий. Я не согласен с этим. В одном банане 10% рекомендуемой дозы калия дневную. Если вы хотите набрать эту дозу, вам нужно съесть 10 бананов. 10 бананов — в них столько фруктозы, что ваша печень просто заплывет, как бы, жиром и будет сыроз, если вы будете употреблять свой калий из бананов. Я не советую употреблять бананы для цели употребления достаточного количества калия в дневной пище. Что же можно для этого делать? Я не знаю, где-то достать в других регионах мира, но я поставил линк внизу в видео, где я беру калий. Я его покупаю на Амазоне. Один килограмм калия, кулинарного калия, я покупаю, и мне его хватает на полгода. Пол чая на ложечке в день достаточно, чтобы иметь достаточную дозу калия. Хочу обратить внимание, что так как калий — часть электролитов, а электролит — это три составляющих, магнезий, калий и соль, то если ваша пища очень насыщена солью, то соль и калий, они враждуют. Поэтому, если у вас пища очень соленая, много соленой пищи, вам нужно употреблять немножко больше калия. И также, если ваша пища очень соленая, и вы не употребляете калий, его у вас точно не хватает в организме. Я надеюсь, что это видео было полезным для вас. Если вам интересно узнать другие видео про минералы, про витамины, про стиль жизни, пожалуйста, пишите в комментариях. Спасибо большое за просмотр. До следующих видео. Гриша из Брисбена, Австралия. Пока.